Здравствуйте, в эфире актуальное интервью в студии Евгения Баженко. Наш гость сегодня Андрей Попов, заместитель министра образования и науки Республики. И вместе с ним мы подведем итоги конкурса «Молодые профессионалы», торжественное закрытие которого состояло вчера в Якутске. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Добрый день. Скажите, пожалуйста, чем отличается чемпионат этот от предыдущих? Это же был уже шестой по счету. Да, в этом году чемпионат у нас отличается увеличением компетенций. Если в прошлом году у нас было 42 компетенции, то в этом году у нас 60 компетенций. И одним из главных отличий рек чемпионата этого года, это мы включили, кроме молодых профессионалов, возрастную категорию юниор. Это школьники и студенты от 14 до 16 лет. И, насколько я знаю, были площадки не только в Якутске? Да, в этом году у нас были площадки не только в Якутске, а в пяти районах нашей республики. Это Томпонский улуз в поселке Хандыга, Мегино-Кангаласский улуз в поселке Нижембестях, в Нерингринском улузе и в Мирном. А также в Черепчинском улузе, в селе Жулун по компетенциям сельского хозяйства. Какие новые компетенции, в каких новых компетенциях соревновались участники? Их было, как вы сказали, на 20 больше, чем в предыдущем случае? Да, у нас в этом году 60 компетенций. В целом у нас в основном компетенции это молодые профессионалы, 43 компетенции, и 17 компетенций это возрастная категория юниоры. Но я хотел бы отметить, что там есть такие интересные компетенции, как управление беспилотными летательными аппаратами, такая компетенция, как геодезия, которых у нас раньше не было. Итоги какие-то конкурсы вы лично можете подвести сейчас? Ну, итогами этого чемпионата у нас будет сформирована сборная команда нашей республики. Дальше наши призеры и чемпионы речемпионата поедут на отборочные соревнования в другие регионы, там, где проводятся отборочные соревнования. И итогом этого будет финал в городе Южно-Сахалинске, это будет в августе-миндсе этого года. То есть они будут переставлять сборную Якутии. А скажите, а из каких ступеней вообще состоит чемпионат? С чего он начинается? Региональный, общероссийский, а до этого какие отборочные туры существуют? Ну, во-первых, наши студенты сперва проходят заочный этап, это они проходят свой чемпионат внутри образовательных учреждений, потом, соответственно, они выходят на районный этап, и в конце они проходят региональный чемпионат в городе Якутии, и вот в соответствующих районах нашей республики. А дальше наши призеры, первое, второе, третье места, которые заняли ребята, пройдут на отборочные соревнования в другие регионы, там, где проводятся именно, соответственно, по тем компетенциям, которые они выиграли. И итогом этого должно быть участие в финале, вот как я объяснил, Южно-Сахалинске. Как вы оцените подготовку наших студентов, наших участников? Ну, конечно же, мы данный чемпионат вообще проводим с 2013 года, и с каждым годом у нас профессионализм и мастерство наших студентов каждым годом прогрессирует. Это отмечается и профессионализм наших мастеров, преподавателей образовательных учреждений. То есть компетенция растет? Компетенция растет, растет мастерство, растут и наши показатели на федеральном уровне, и на уровне дальневосточного федерального округа. Соответствует ли материально-техническая база наших учебных заведений и требованиям чемпионата? Ну, требования чемпионата, они очень строгие. Они регламентируются регламентом Союза WorldSkills, который у нас находится в городе Москве. Они специально перед тем, как провести оригинальный чемпионат, отправляют своих представителей. Они тщательно, строго смотрят все эти площадки, которые мы планируем провести компетенции. И только после этого они утверждают площадку, если она 100% отвечает всем требованиям, которые должны быть на мировом уровне, не только на России. Какие-то известные люди среди экспертов были в этот раз? Вообще, мы в этом году, в первую очередь для объективности оценок, привлекли очень много экспертов из других регионов. В целом у нас около 24-25 экспертов приехали из разных регионов страны. Это с Тебоксаров, с Байкали, с Бурятии, с Московской области, с Москвы самой, с Санкт-Петербурга. И они являются сертифицированными экспертами, главными экспертами, их компетентность уже годами. А они как оценивают нашу подготовку? В этом году я встречался со всеми ними, и они отмечают высокий организационный подход, высокий организационный уровень данного чемпионата. И, конечно же, масштабность нашего оригинального чемпионата, потому что по масштабности мы одни из таких регионов, в которые входим в десятку лучших по масштабности. А насколько наши участники, наши студенты успешно выступают в других регионах, когда проходят другие отборочные этапы? Я начну с того, что мы тоже по мере возможности пытаемся отправлять своих студентов для участия в отборочных региональных соревнованиях в другие регионы. Не только соседние наши регионы, а и передовые регионы, которые в Казань, Татарстан, Московскую область, для принятия опыта. И мы по оценке ОСИ, Министерства стратегических инициатив, Союза WorldSkills, входим в десятку лучших регионов по всем показателям, в совокупности показателей, итогов подготовки именно рабочих кадров по всей стране. И мы очень горды, что мы тоже первое место занимаем в Дальневосточном федеральном округе именно по подготовке рабочих кадров. Этот итог, как я сказал, является в совокупности завоеванных медалей в различных чемпионатах по профмастерству. А у нас в этот раз были гости из других регионов, которые приезжают? Да, у нас в этом году около 10 участников. Они приехали не только сами, они приехали со своими преподавателями, мастерами, так называемыми компатриотами. И я хочу отметить, вот тоже Бурятию, Московскую область, Татарстан, были из Ленинградской области. Вот тоже приезжают, принимают. А они как-то тоже могут завоевывать какие-то призы? Нет. Факультативно участвовать? Да, они участвуют чисто для опыта, для развития. Личностного и профессионального. Они участвуют вне конкурса. Так же, как и наши студенты в других регионах. Сколько будут наших студентов участвовать во всероссийском этапе? Ну, пока точного количества у нас неизвестно. Это будут итоги отборочных соревнований в других регионах. Только после этого, примерно в мае-июне месяце, будут отобраны лучшие студенты для участия. А какие-то призы есть для победителей? Что-то такое материальное, что-то потрогать можно? Нет, вот как таковых дорогих призов нет. Просто они стимулируются тем, что они после этого идут на всероссийский уровень, соответственно, потом финал и мировой уровень. Я хотел бы отметить, что мы в прошлом году завоевали медальон в мировом чемпионате. Кирилл Степан, это студент Якутского торгово-экономического колледжа, завоевал медальон по компетенции кондитерское дело. Это очень высокое достижение, то есть он является одним из лучших поваров-кондитеров по всему миру. То есть это помогает им в карьере, это престижно? Да, и очень отрадно, что глава республики Еландархан Евграфович Борисов вручил ему премию значимую. А, ну вот видите, значит, что-то материальное есть. Так, скажите, сколько вот у нас в республике вообще в системе среднего специального образования обучаются студентов? В целом у нас в системе среднего специального образования обучаются около 24 тысяч студентов. Это по всем учреждениям, которые разбросаны по всей территории республики. В основном, конечно, у нас техникум и колледжи находятся в крупных городах, Якутск, Нейрингене, Мирной. И каждый год у нас поступают около 7 тысяч новых студентов, абитуриентов. И хотел бы отметить, по итогам приемной кампании 2017 года, на 7 тысяч бюджетных мест у нас было подано заявление, около 25 тысяч заявлений. То есть есть такие профессии, есть такие специальности, на которых на одно место претендует 16-17 абитуриентов. А проведение конкурса как-то стимулирует желание поступить именно на среднее специальное обучение, получить специальные профессии и образования? Да, конечно же, проведение данного регионального чемпионата и отборочного чемпионата по WorldSkills России способствует популяризации рабочих профессий, специальностей и подталкивает нашу молодежь именно к среднепрофессиональному образованию. И я хотел бы еще отметить, у нас по России был в октябре-ноябре конкурс на проведение отборочных соревнований. И там участвовали многие регионы, и мы в числе немногих победили в этом конкурсе и получили право провести отборочные соревнования в основном по компетенции. Традиционно у нас ювелирка, и в этом году у нас новшество мы победили в таких компетенциях, как IT-отрасль, реверсивный инжиниринг, программирование и так далее. Она у нас пройдет в конце апреля, 16 по 21 апреля этого года. — Зампред правительства Игорь Никифоров сказал, что опыт выступлений, тренировок будет использоваться в кадровой политике республики. Можно из этих его слов сделать вывод, что в наших среднеспециальных учебных заведениях появятся какие-то новые направления для обучения? — Да, конечно, он прав. Мы в этом году открыли 26 новых профессий и специальностей в среднем профессиональном образовании. Это по всей республике, да? И основной такой контекст мы сделали именно в части промышленности, в части строительства и в части IT-отрасли. Такие новые профессии. И, конечно же, мы перед тем, как открывать ту или иную профессию или специальность, превосмотрим прогноз потребностей кадров. Такой документ у нас разрабатывается Госкомитетом по занятости населения. Именно она показывает ту потребность специалистов среднего звена, профессий, специальностей, которые необходимы для развития экономики нашей республики. — А сколько в республике учебных заведений среднеспециалистов? — Вообще у нас в республике 49 учреждений среднепрофессионального образования. Это подведомственно нашему министерству 40 учреждений и 9 учреждений, которые тоже подведомственны различным ведомствам. Из них два частных учреждения среднепрофессионального образования. — Спасибо. Напомню, что у нас в студии был Андрей Анатольевич Попов, заместитель министра образования и науки республики. Мы разговаривали об итогах чемпионата молодые профессионалы WorldSkills. Подводили итоги. В эфире было актуальное интервью. В студии работал Евгений Баженко.